Данное видео носит исключительно ознакомительный характер. Оно создано с целью предостеречь вас от обмана и сохранить ваши деньги. Автор ни в коем случае не призывает повторять показанные видео в реальной жизни. Поиск амбассадоров окончен. Как известно, лох не мамонт, поэтому не вымер по сей день. Мы провели социальный эксперимент, в котором выяснили, что люди остаются наивными и жаждут халявы. Но позволь разочаровать тебя, мой друг. Халявы нету. Каждую минуту на нас подписывалось порядка 10 человек, которые были готовы скинуть нам деньги непонятно за что. Мамонты вымерли не за один год. А возможно и вовсе не вымерли, а всего лишь эволюционировали в слонов. Подобно этому и схема обмана, на которую велись наивные люди, претерпела несущественных изменений. Но принцип остался тот же, и работать она стала только лучше. Хитрые коммерсы и обманщики будут существовать всегда, как и их жертвы. Все, что мы можем сделать, это оповестить и тем самым предостеречь как можно большее количество людей от потери их денег, времени и нервов. Я призываю вас стать в ряды праведных скамеров и начать борьбу с мошенниками. Зараспространив этот ролик в соцсетях, поставив лайк и написав несколько десятков комментариев, приступим. Вал фейковых страниц, которые обещают скидки, подарки и даже вакансии за репост начался с Асос. Подобный тренд продолжается уже несколько лет. За репост определенный магазин предлагает вам сертификат на несколько тысяч рублей. Звучит неплохо, не так ли? Только делает это не сам бренд, а мошенники, которые неплохо наживаются на этом. Как именно и сколько они на этом зарабатывают, вы узнаете в конце ролика. Из-за жадности и стремления к легкой наживе, люди продолжают верить и репостить. Но уже не настолько эффективно, как раньше. Поэтому аферистам пришлось задуматься и усовершенствовать схему. Больше они не разыгрывают никакие сертификаты. Теперь они ищут амбассадоров. Чувствуете? Чувствуете, как солидно и убедительно звучит? Амбассадоры. Амбассадоры и инфлюенсеры. По задумке, после репоста человек должен получить свой пак с вещами и сделать на него обзор. Но, как известно, бесплатный сыр только в мышеловке. И, естественно, никто, никому, никакие шмотки отправлять не будет. Дабы не быть голословным и показать, что репосты действительно крутятся, а лавеха мутится, мы проведем эксперимент. Мы сделаем свой собственный профиль бренда и посмотрим, сколько людей нам удастся собрать. В конце мы, само собой, признаемся, что это был эксперимент. А сам профиль мы незамедлительно удалим. Итак, бренд мы выбрали. Теперь нужно создать и заполнить профиль в инстаграме. Как ни странно. Далее нужна картинка, в которой будут указаны условия и награда за участие в акции. После этого нужно, чтобы о данном профиле узнали люди. Для этого можно пролайкать рандомных людей. Сделать так называемый посев. Или купить немного рекламы. Естественно, после проделанной работы активность не заставляет себя ждать. И репосты сыпятся на нас, словно манна небесная. Мы свяжемся с вами в ближайшее время. Хорошо. Я скоро смогу представлять вашу линейку для беременных. Извините. Мы из-за Child Free. Ха-ха. Лучше промолчала. Лучше бы предохранялись. Вы не выполнили условия акции. Ага. Не ага, а не выполнили. Ужас. Девушка, вы кем себя возомнили? Вы не в себе? Или вам заняться нечем? Зачем вы нам хамите? А зачем вы доебались до меня? Девушка, вы берега не попутали? Следите, пожалуйста, за своим языком и подбирайте слова. Мы не намерены терпеть подобную похабщину. Сперва вы делаете репост в сторис, а потом делаете вид, что передумали? Да. Сколько вам лет? Десять? Что значит удалила пост и передумала? Это не серьезно. Мое решение, мой выбор. Живем в свободной стране. Видимо, вы понятия зеленого не имеете, что значит свобода. Ведь ваша свобода заканчивается там, где начинается наша. Здравствуйте. Я веду активный профиль. Публичная личность. Готов принимать посылки. Итак, сначала делаем репост, а потом начинаем принимать посылки. Окей. Надеюсь, все будет не только на словах. Фамилия, имя, отчество. Серия и номер паспорта. Дата рождения. Блядь. Он реально скинул мне все свои данные. Что с этими людьми не так? С этой барышней до этого у нас была достаточно длинная переписка, в которой я вел себя как откровенный фейк. Ее и многие другие угарные переписки вы можете почитать в нашем телеграм-канале. Я их специально соберу и выложу в форме PDF-документа. Ссылочка, как всегда, в описании. Я не понимаю одного. Зачем вы нарушили условия акции? Честно? Да. Ты меня взбесил. Простите, пожалуйста, за вчерашнюю дерзость, которую я себе позволил. Уже на вы? Круто. Короче, скажи, это развод? Нет. Влог. Вы можете сделать повторный репост и я внесу вас в реестр. Тогда я сейчас сделаю репост, но если ты, хулиган, будешь опять себя плохо вести, то отпишусь вообще. Могу дать слово офицера, что такого больше не повторится. Репост. Говорят, это фейк, но я не верю и все равно участвую, потому что люблю. Кто посмел? Да вот, есть знакомые, типа так раскручивают страницы и продают. А я думаю, а я все равно хочу, ничего не теряю. Ну да, ведь репост сторис кинул и кушать не просит. А вдруг выиграешь? А вот именно, могу себе позволить. Удачи вам, надеюсь, они вас выберут. И я очень надеюсь. А как все вообще происходит? Что именно? Выбор. Как выбирают? Вы о чем? Как определяют амбассадора. Кто? Ладно, оставим. Спасибо за ответ. А, так вы по поводу конкурса? Да. Ну ладно, оставим. И вот, у нас на руках профиль с 11 тысячами живых подписчиков. Что теперь сделает мошенник? Обман на доставке. Мошенник предложит амбассадору оплатить доставку пакета с одеждой. Естественно, на карту Киви. Да и почему бы не оплатить? Ведь стоимость пакета гораздо выше стоимости доставки, не так ли? Таким образом, аферист может заработать очень неплохие деньги, после чего успешно сесть на бутылку, ведь подобные действия будут квалифицироваться как уголовные. Я провел данный эксперимент и показал, насколько люди уязвимы. Я рассчитываю на вашу поддержку. Распространите это видео, чтобы проделанная работа не оказалась напрасной. Возможно, мы спасем именно твоих недальновидных и наивных друзей от позора и обмана. До встречи в следующем выпуске.